8-9 сентября состоялся первый общероссийский форум юридическое образование, механизмы управления в условиях интеграционных процессов. Организаторами форума стали Министерство образования и науки РФ, Ассоциация юристов России, правительство Крыма и Крымский федеральный университет. В работе форума приняли участие высшие должностные лица РФ, ведущие эксперты в сфере права юридического образования, экономики, управления, руководители крупнейших образовательных организаций высшего образования и представители российского юридического сообщества. Крымский федеральный университет являлся соучредителем организации данного форума совместно с институтом Кутафина. И, конечно же, важны в первую очередь те задачи, которые ставит Министерство образования и науки перед вузами России. Это сетевое взаимодействие. Такая живая беседа, она, конечно, всегда дает позитивный результат. Потому что можно много знать, но никогда человека не видеть, не услышать. А когда мы пожали руки, обменялись просто визитками, телефонами, все решили идти вместе. Конечно, Крым все любят, Крым знают. Я не услышал, что кто-то отвернулся или как-то повел. Только хотят протянуть уроку помощи, потому что нужно еще больше, глубже изучить конъюнктуру рынка. Хотя хотелось бы сказать, что именно в части юриспруденции мы здесь уже достаточно подготовлены. То есть Крымский федеральный университет знает своих работодателей и подписывает с ними и соглашения, и на производственную практику, и на последующее трудоустройство, наш отдел по трудоустройству выпускников. Поэтому, конечно, здесь обсуждаются и общие вещи, общероссийские, глобальные подходы к образовательному процессу, к федеральным государственным образовательным стандартам в части юриспруденции. И я думаю, что этот форум позитивен не только для Крыма, а вообще для всей России. Пленарное заседание открыл председатель Ассоциации юристов России, ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина, Виктор Блажеев, который обозначил ряд приоритетных вопросов в образовательном процессе, качественной интеграции крымского юридического образования в российскую образовательную систему, отметив плодотворное сотрудничество с Крымским федеральным университетом. У нас партнерские отношения очень крепкие. Два года мы очень работаем плотно. Мы работаем вместе с юридическим факультетом Тарвического университета по всем направлениям. Это и образовательная деятельность, это разработка учебных планов, оказание помощи, связанной с учебно-методической литературой. Это самые-самые различные формы взаимодействия профессорско-преподавательского состава. Мы обмениваемся дивигациями, проводим совместные конференции. Поэтому это такое выгодное сотрудничество, у которого, я считаю, очень-очень большую перспективу. Участники форума отметили, что ведущие вузы России, Ассоциация юристов России, включились активно в процесс модернизации системы юридического образования, выполняя две задачи – построение конкурентоспособной системы, которая дает качественное юридическое образование, и создание конкурентоспособной сферы исследования в области юриспруденции. На сегодняшний день потенциал юридического факультета Таврической академии КФУ имени Вернадского в полной мере соответствует поставленным задачам. Я оцениваю очень высоко. Я хочу сказать, что это не просто группа энтузиазмов и высококаплицированных преподавателей. Это очень крупная, известная, не только в России, но и за рубежом школа научная. Я считаю, что на базе именно этой школы, мы серьезно обсуждали с руководителем декана факультета, как раз и можно создать и развить все лучшее, что там есть. В этом смысле это не начало с чистого листа, а это скорее, так сказать, переложение в некоторую другую форму, того накопленного опыта, который сейчас существует в Крымском федеральном университете имени Вернадского, который основан, на мой взгляд, на одном из лучших вообще сейчас в России университете. Обсуждения на форуме носили предельно конструктивный характер. Очень ценными были мнения работодателей, которые участвуют в реализации образовательных программ высшего образования по направлению подготовки юриспруденции. У нас в Совете министров работает достаточно много выпускников именно нашего федерального университета, тогда еще университет имени Вернадского, Крымский Таврический университет. И я хочу сказать, что это хорошо образованные люди с хорошим знанием права и законов, которые умеют адаптироваться в условиях перемен каких-то, в том числе политических и правовых изменений. И самое главное, это вот то, на что, мне кажется, нужно обратить внимание вообще при совершенствовании правового образования во всей Российской Федерации, делать упор на воспитание именно личности. И вот, как говорили сегодня на форуме, это и нравственное воспитание, и это создание для человека возможности, чтобы он мог самостоятельно быстро адаптироваться при изменении ситуации. Ну, мы живем в таком мире, когда все очень быстро меняется, и для юриста это особенно важно, потому что он не только работает для себя, но он работает для людей, и от того, как он будет профессионально и качественно работать в условиях перемен, во многом зависит и благополучие наших людей. В рамках форума прошли дискуссионные панели. Представители Крымского Федерального Университета принимали участие в обсуждении интеграции юридического образования Крымского Федерального округа в Российскую образовательную систему. Для нас это очень важно, в том плане, что весь наш педагогический коллектив, наши молодые преподаватели, молодые ученые могут познакомиться с такими представительными организациями, вузами, которые представлены на этом форуме. Это личные контакты, это те правовые позиции, тот дух, который чувствуется и присутствует на этом форуме, он очень поможет скорейшему вхождению нашего юридического образования, не только на юридическом факультете Федерального университета, но и всех других вузов, представленных на Крымском полуострове, правовое пространство Российской Федерации. Это очень высокий уровень, очень интересные проблемы они ставят, некоторые проблемы также актуальны, мы их прочувствовали уже, будучи в составе Федерального университета, некоторые для нас оказались новыми, но тем не менее мы почувствовали их актуальность. И вот это приобщение к миру, ну что ли, высокой юриспруденции, оно очень полезно для всех присутствующих на этом форуме. Итог работы форума – это единство мнений. Создание нового учебного методического объединения для конкретной работы по переходу российской системы образования на двухуровневую – бакалавриат и магистратура. Форум станет информационным базисом для определения стратегических приоритетов развития системы высшего образования и дополнительного юридического образования в условиях интеграционных процессов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова